всем привет это русспорт онлайн и мы сейчас говорим о баскетболе замечательном движении который мы знаем давно и поддерживаем по мере сил принципе парни так мощные все знают все умеет вот но в этом году они отчебучили реально крутую вещь смотрю буквально за трансляциями которые сейчас проходят из момента горска и ну что говорить это очень круто и я скажу что это очень нужно почему но так получилось что я сопровождаю спортсмена в долгое время я вижу их жизнь некоторых спортсменов знаю там со спортшколы там буквально 7 8 лет когда они только начинали свое движение вперед в карьере а сейчас уже но уже выросли на уровне там чемпионов каких-то серьезных международных соревнований там выполнили серьезные там звание получили для спортивные и мне всегда было интересно что же происходит за пределами вот этой видимости этой карьеры да краты молодой энергичные ты всем нужен это классно и тебе все любят и поддерживают но ты просто там фанат фанат фанатская группа тебя поддержат тренеры тебя целуют во все щели как говорится но потом заканчивается понятно ты становишься старше становишься может получаешь кучу травм которые уже не позволяют тебе выдавать необходимую клубом статистику и тебя списывают до тебя в лучшем случае не знаю оставляет в системе клуба может быть на каких-то там тренерских позициях менеджерских позициях и в целом в принципе в россии это всегда больная тема спортсмен топ уровня оказывается лет на 35 если игровые виды спорта 40 там да никому не нужен и человек который всю жизнь бегал и прыгал или там пинал мячик или кидал в кольцо вдруг резко оказывается один на один со своей судьбой в принципе да система позволяет им получать образование то есть они все числятся в узах они получают корочки диплома по факту они же не работали они же профессиональные спортсмены гладиаторы и вот когда происходит вот эта вот потеря ориентации когда дело который ты любишь умеешь делать но больше тебе за это не платят ты оказываешься на обочине жизни и всегда это больная тема я очень много знаю истории из жизни когда на спортсмен не смогли себя найти и кто-то ушел в какие-то вещи странные вот поэтому конечно я рад большим движением который позволяет спортсменам оставаться на плаву оставаться в тонусе они не теряются они даже вот они занимаются видом спортом пусть даже не уже не на топ уровне профессиональном уровне но они занимаются они в обществе они в социуме они в команде если он пропустит тренировку соответственно ребята уже будет волноваться наберут его спросит как настроение как дела то есть это социальная адаптация своя своеобразная и мне очень нравится идея которая залетает вот в россии в частности мой товарищ коллега иван малышев который я очень уважаю делать серьезные вещи по футболу и баскетболу и по хоккей единоборство я сейчас смотрю он тоже поддерживает вот в метагозке он взвалил на себя такую тяжелую ношу организует любительский турнир и причем это не просто турнир это прям реально лига прям реально статистика звезды афиши превью и мы конечно по мере возможности будем поддерживать это движение также и обращаю внимание вот на такую вещь многие люди допустим является занимается спортом так скажем да по детству по юности и но профессиональная команда не попадает потому что у них стоят задачи другие в жизни вот но любовь к спорту к тому же баскетболу остается и они хотят себя реализовать сейчас они достигли определенного статуса в жизни есть деньги есть квартиры там хорошая работа семья все нормально но вот это вот частичка души там вот мечта может мальчишеская детская она не реализована ее хочется реализовать и поэтому опять же вот такие турниры любительские позволяет пацанам просто вот добыть пацанами просто они позволяют оставаться активными оставаться людьми которым что-то интересное в этой жизни помимо там вот этой вот ходьбы между работой и семьей и магазин а вот поэтому здорово что есть иван что есть люди которые вы поддерживают и которые организовали сейчас магнитогорскую любительскую лигу на что там происходит получены на расскажет ивана потому что это первоисточник давайте обратимся чемпионат интересно и первая такая попытка до запустить чемпионата потому что раньше когда был у нас город нас там играла максимум там по там по шесть команд по там по четыре команды как-то как-то было сейчас вот такая сейчас такая вот первая попытка у нас получилось запустить целых 18 команд была задумка в принципе у меня вообще была задумка 22 запустить команды там плюс-минус еще сибая могла запуститься мпк могла пойти я хотел еще мгт ушную команду вот но не получилось все сделать но в принципе в целом я считаю неплохо на старте у нас было ярко красочное открытие турнира вот что там еще можно выделить в принципе пока идем в принципе нормально все вот остальное уже будем будем дальше будем дальше смотреть как получится вот у нас потом после итоговых матчей будут игры в челябинске две команды сыграет и тоже можно отметить что есть куда бороться да там понятно что две команды фавориты сезона в целом в целом будет такая борьба я считаю очень такая неплохая за место под солнцем поэтому видите все серьезно и фото отчеты и прямые трансляции я единственным по регламенту по-моему на один счет или играет или на два в общем но в любом случае это круто и классно и насколько я понял и пару команд готовы к выезду то есть есть бюджеты есть игроки причем игроки очень серьезная история то что то о чем я говорил как раз просто профи который не скажу на пенсии но скажем уже активно не играют да на профессиональном профессиональном ринге там арене прочее вот поэтому смотрите есть предложение сделать какие-то турниры по любителям может быть коммерческие я вижу здесь тоже перспективу почему потому что ну кучи организации кучи возможностей опять же финансовых и у кого то есть базы там где угодно поэтому ребята могут подтянуться могут выдать огненный матч и и что самое интересное ребята о чем забыл сказать смотрите вы делаете очень правильные вещи вот эти вот трансляции вот эти вот маркетинг мерч и прочие все дела что вы творите да а вот но как вы это монетизируйте вы это по сути дела не монетизируйте это вы делаете ну просто выложили бесплатно да и выложили вот никому это в принципе кроме вот вас там и болельщиков ну там папа-мама бальцикболистов это не нужно да кажется но на самом деле здесь есть большая перспектива опять же но не буду приводить примеров на высокоразвитые страны где со спортом все хорошо а вот но здесь я вижу огромный рынок именно региональный рынок тот же магнитогорск на большой год полумиллиона человек и не надо замыкаться что вот 450000 человек там живет и так далее нет вы выпускаете одну большую вещь кто-то жил магнитогорске уехал да но им очень интересно по новостям да новости магнитогорске посмотреть они будут с удовольствием смотреть валить за команду который узнает многих пацанов лично знаю да вот мне допустим очень интересно сейчас посмотрите на того же александрова лунёва там кахельникова да антон амелина там никифорова сергей ну то есть ну всех синельникова там максим то есть и как ты когда их знаешь там долгое время знаешь их историю это очень интересно смотреть да они конечно повзрослели уже может быть не в том тонусе но в любом случае это очень интересный контент и он очень редкий попробуйте найти там да вот ну понятно там цска можно в матч легко найти вот вил там в гугле цска и посмотрел баскетбольный матч с цска да ну ты попробуйте ввести там допустим какой-то другой клуб баскетбольный вы не найдете ничего то есть это будет поиски ну не знаю там какой через какие там пробить не пробить и браузера здесь есть возможность именно смотреть полюбоваться и давайте попробуем сейчас просто в тестовом режиме посмотрим два тура на что там происходит в принципе иван уже скинул немножко вводную информацию потом куда идет и куда целится но это его видение да давайте мы подключимся к этому движению давайте вступим в группу в контакте лебедический баскетбол магнитогорске чемпионата посмотрим давайте найдем знакомых которые выступают за эти команды там очень интересные названия и составы и ну давайте ребят поддержим и знаем лайками комментариями просто там какими-то смешными вещами то есть вам же не трудно да там ездите на работу по 23 часа там в электричке или там метро или в машине едете да ну зайдите посмотрите лайкните в конце концов магнитогорск это тот город который там есть что посмотреть и шикарный спортивный город поэтому давайте понаблюдаем за этой любительской баскетбольной лигой ну еще раз большой привет ивану будем сотрудничать я думаю русспорт онлайн какую-то посильную помощь тоже окажет вам в информационном плане спасибо большое всем за внимание пока